Друзья, всем привет! Сегодня у вас на заточке будет нож от Анатолия Ивановича Ураркова. Нож эксклюзивный, сделан в единственном экземпляре. Называется он Казино и в принципе само название говорит за себя. На обратной стороне ножа мы видим гравировку в стиле Казино. Казино, судя по всему, американское, играют игроки в карты, ну и изображены также карточные масти. По самому ножу. Сталь у ножа 440С, с твердостью порядка 59 единиц порог его, длина клинка у нас 16 сантиметров, толщина по обуху 5 миллиметров, на рукоять граб. Для заточки мы сегодня будем использовать точилку Кадет и камни Барайт серии CSHD. Именно эти камни могут работать по всем сталям, они, можно сказать, что являются универсальными и для начинающих заточников, ну в принципе не только начинающих. Они идеально подойдут. Важная информация будет по обдирочным камням. Обдирочными камнями мы работаем больше всего. Вот яркий пример камня, в котором мы заточили уже множество ножей и у него имеется уже выработка. Мы его не выравнивали специально, чтобы вам показать, что происходит с камнями. С естественной камнем можно выравнивать. Для выравнивания камней применяется порошок карбиды кремния и выравниваются они на стекле. То есть добавляется вода на сам порошок, наносится сетка карандашная и камни выравниваются. Камни необходимо всегда держать ровными, если вы хотите иметь качественную заточку. Для обдирочных работ на нашем сайте продаются камни увеличенной толщины, которые прослужат вам дольше. В прошлом ролике мы уже показывали, как работать с такими камнями на точилке Блиц. Ссылка будет в углу экрана. А компенсация толщины абразива на кадете не сильно сложнее. Мы приподнимаем шарнирный узел на толщину этого камня и при переходе на более узкий или на более толстый камень снова опускаем или приподнимаем шарнирный узел на толщину следующего камня. И так как у нас нож не требует грубой обдирки, 120-й камень мы отложим в сторону. Нож сейчас у нас немножко подтупился. Ему необходимо придать остроту и мы будем делать обычную рабочую заточку. Так как у нас камни из карбиды кремния, они нуждаются в замачивании. Поэтому мы берем сейчас 220-й камень, погружаем его в воду и пока он не перестанет пузыриться, он будет лежать у нас там примерно где-то 3-5 минут. Устанавливаем нож в точилку. Перед тем, как зажать в губки, мы его защитили малярным скотчем во избежание каких-то случайных царапин. Затягиваем до тех пор, пока у нас не будет надежно держаться. Одним зажимом мы за прямой участок зажали, ну и вторым поджимаем. Все, нож надежно зажат и не шатается. Точить будем в тот же самый угол злоточки, то есть в угол, который у нас уже имеется. Будем использовать маркер, наносим его на подвод нашего ножа и визуально будем попадать в угол заточки. Камень у нас уже замочился, поэтому мы его устанавливаем в держатель абразива и во время заточки камня у нас будут все одинаковые толщины. При желании, если вы в дальнейшем будете переходить, к примеру, на полировку, то можно будет воспользоваться компенсатором. А так как у нас камни одинаковые толщины, мы им пользоваться сегодня не будем. Ослабляем винт фиксации. Так, и видим, что у нас след от камня чуть ниже. Соответственно, угол немножко изменим. Еще чуть-чуть. Еще немного. Все, мы попали в угол заточки. Фиксируем задним винтом, для того, чтобы у нас поворотный механизм не шатался во время заточки. Приступаем к обдирочным работам. Во время заточки не забывайте соблюдать абразивную гигиену. Лишний швам с подвода ножа лучше убирать движением на себя. После того, как мы вышли на лунсенец, можно уже перевернуть нож и проработать его с обратной стороны. Когда камень начинает подсыхать, добавьте на него воду. И приступаем к заточке. Так, сейчас будем переходить на следующий камень. У нас был 400-й, Barite CSHD. Но перед этим очищаем наш нож. Угол оставляем прежним, без изменения. И во время заточки мы его уже не трогаем. Так, естественно, работать мы будем сразу по заусенцу. И поэтому мы перевернули нож заусенцем кверху. И начинаем уменьшать риску от предыдущего камня. Также следующий камень у нас будет 600-й. Мы его сразу уже кладем в воду для замачивания. Для того, чтобы не завалить кончик ножа, обязательно придерживаем его пальцем. Перейдем на 600-й Barite CSHD. Установили 1000-й Barite CSHD. И будем финишировать наш нож. Перейдем к финишным движениям по снятию заусенца. На этом этапе нож нам придется часто переворачивать. И без какого-либо давления по одному разу проходить с каждой стороны. Камнем работаем от себя. Заточка закончили. Давайте проверим нож на остроту. Все прекрасно и чисто. По желанию можно уже будет довести, кому нужен блеск, на алмазной пасте. Ну а после заточки камня легко чистится в той же воде. Погружаем его в воду. И щеткой любой, либо же просто руками, его очищаем. Все прекрасно. Сейчас у ножа хорошая, агрессивная рабочая заточка. Кому необходима полировка, уже можно будет перейти на алмазные пасты, чтобы достичь зеркального блеска. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Субтитры сделал DimaTorzok